В отеле мы сразу становимся клиентами других индустрий. Смотрите, рестораны, которые работают в Москве с 8 утра, их стало катастрофически меньше. Когда я спросил, почему моя любимая кафе «Рагу» на Белорусской стала работать с 10, а не с 8 утра, где раньше мне было удобно встречаться с коллегами, они сказали, вы знаете, мы посчитали, что затраты на персонал для нас очень дорогие, соответственно, я понял, вы внедрили динамическую став-модель, и стали считать затраты на персонал как самый большой кост. Они сказали, мы ничего не поняли, но в принципе вы правы. Второе, на потребителей действует отложенное эхо массовой пропаганды, я не говорю, хорошая она или плохая, которая подвергается населению последние годы-полтора. Когда мы с коллегами обсуждаем этот вопрос, я говорю, уважаемые архитологи, посмотрите, потому что пропаганда – это самый эффективный инструмент работы с массовым потребителем. Если вы это делать умеете, ваш бренд будет вечен. И это второй тренд. И это неспокойствие потребителя, оно влияет на все. Как раз то, что говорит коллега о том, что массово идут размещать на дорогие депозиты, причем вспомните, какой банк первый сделал самую дорогую ставку более 21%. Кто-нибудь помнит из коллег? Нет, Альфа-банк. Первый задрал ставку Альфа-банк, потом задрал ставку Сбербанк по корпоративным депозитам, которые доходили до 36%. Общаясь с коллегами, я спросил, ребята, что случилось? Они ответили очень просто. Мы посчитали, у нас будет потенциальный ликвидити гэп на корпоративном рынке. Что произошло, кстати? Крупные корпорации перестали платить за аренду. Я заезжал в Евросеть в Нордстар и увидел колоссальные очереди у лифта. Они сказали, вы знаете, Роснефть не платит за аренду, потому что разместил деньги все на депозите. И отключили лифт во всем здании. Оставили один, и по утрам колоссальная очередь. Я говорю о том, что все вещи, которые происходят вокруг нас, они так или иначе влияют на нас, как на потребителей других услуг. И мы влияем, как создатели услуги финансовые, на другой рынок. Поэтому тренд, который я вижу, что мы стали очень сильнее взаимосвязаны. Мы видим, начиная от кафе и ресторанов, то, что больше стали люди ездить в метро, потому что посчитали, сколько платят месяц за парковку около своего бизнес-центра и выгоднее ездить на такси, например, или в метро. Поэтому на самом деле рынок сильно меняется, и это на самом деле неплохо. Просто кто первый в него встроится с точки зрения своей бизнес-модели, наверное, для того и будет какой-то перспективный ход. Спасибо.